Следующее важное свойство C++ — это мультипарадигменность. На C++ можно написать программу, которая будет удовлетворять сразу же нескольким парадигмам программирования. Первая такая парадигма — это то, что унаследовано из языка C, это процедурное программирование, то есть программирование при помощи функций и процедур. Так как это унаследовано от C, то это часто называется программирование в стиле C. Следующая парадигма — это объектно-ориентированное программирование, то, с чего начался язык C++. Это программирование при помощи классов, объектов, наследования виртуальных функций, полиморфизма и прочего. Следующая парадигма — это обобщенное программирование. Это программирование при помощи шаблонов функций и шаблонов классов. Такой подход используется, например, в стандартной библиотеке C++ и позволяет создавать функции и классы, которые не зависят от типов, которые туда передаются. Следующая парадигма — это функциональное программирование. Это программирование при помощи безымянных функций, функторов, замыканий. Все это можно делать на C++, и особенно приятно это делать в новом стандарте C++11, где есть специальный синтаксис для создания безымянных функций. Последняя парадигма, на которой можно программировать на C++ — это генеративное программирование. Данная парадигма предполагает, что вы пишете код сначала на некотором мета-языке C++, который в действительности является просто языком C++, просто подразумевается хитрое использование шаблонов. И этот код, в свою очередь, при компиляции генерирует код на обычном C++, который потом компилируется в исполняемый файл. В нашем курсе, в данной его части, мы коснемся только первых двух парадигм, то есть мы затронем процедурное программирование и объектно-ориентированное программирование. В дальнейшем, возможно, в следующей части мы поговорим про обобщенное программирование, функциональное программирование и с некоторой вероятностью затронем немножко генеративное программирование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...